Поскольку этот урок истории у нас первый, я еще раз вас поздравляю с началом нового учебного года. Пусть он вам принесет много новых интересных открытий. Главным открытием года для коллектива и учеников лицея стало обновленное здание. Учитель истории Светлана Мулабаева работает здесь совсем недавно. Три года назад перевелась из кадетского корпуса. За такой короткий срок она уже успела увидеть, как изменилось учебное заведение. Каждый год приносит что-то новое. У нас все, кто ходят в кабинет, говорят, что в кабинете стало светло. Потому что старые окна, вот эти деревянные, с множественными перемычками, все это убрали. Стало светлее, стало уютнее в кабинетах. В этом году окна в лицее заменили почти полностью. Это не только хорошее освещение и современный внешний вид, но и сокращение теплопотерь. А значит, существенная экономия затрат на отопление. Были заменены на протяжении этого года окна частично на первом этаже. Это продолжение прошлогодней работы. Ну и полностью окна второго этажа. Всего в общей сложности 213 окон было заменено. Это где-то на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей. Средства городского бюджета. Окна не единственная статья в программе обновления школы. В пяти кабинетах заменили полы, а ученики младших классов получили новую мебель. В целом получилось на капитальные замены 3,5 миллиона рублей. Кроме того, проведен текущий ремонт, покрашены все коридоры, подготовлены все классы, промыто все здание, преобразилась абсолютно территория. Заметили изменения к лучшему и ученики. Говорят, в такой школе и плохие оценки получать как-то стыдно. Отмечу, лице – это самое большое общеобразовательное учебное заведение в Минусинске. Здесь вместе с малышами из блока шестилеток учатся 1300 детей. Конечно, школа изменилась. Мы всем классом это заметили. Стало намного легче учиться, стало просторней. В нее хочется идти и получать хорошие отметки. В кабинетах стало светлее, свежее намного даже. И нам комфортно учиться, сидеть. Новая мебель появилась. В целом Минусинск на подготовку школ потратил 28 миллионов рублей. Сюда вошла замена окон, электропроводки и полов. Огромное внимание уделили внешнему благоустройству. Так в лицее появились дорожки и тротуар. А в школе номер 9 полностью заасфальтировали двор. Артем Ихальников, Станислав Беркий. Новости.